Санитарно-эпидемиологическая обстановка по состоянию на 13 января 2015 года под данным мониторинга Федеральной службы Роспотребнадзора территориального отдела в городе Анапы, Тимрюкском районе, благополучная. Санитарно-эпидемиологическая обстановка контролируется постоянно. На сегодняшний день мы ведем мониторинг за заболеваемостью ОРВИ и гриппом. Какова ситуация на 13 января? Заболеваемость ОРВИ и гриппом на сегодняшний день 21 случай за прошедшую неделю. То есть вот с 1 января буквально. То есть интенсивный показатель на 10 тысяч населения 1,3. Что гораздо ниже показателя, при котором мы говорим об эпидемическом подъеме заболеваемости гриппом и ОРВИ. Меньше он эпидемического порога в 44 раза. В основном болеют пока у нас это взрослые 76%, но тоже в этой возрастной группе заболеваемость ниже порогового уровня в 26 раз и составляет 16 заболевших в абсолютных цифрах. Среди детей 0,2 года заболеваемость ОРВИ и гриппом не регистрируется. Дети 3,6, то есть в основном садиковский возраст, это 19% от всех заболевших. Но мы в целом начинаем регистрировать прогнозируемый подъем заболеваемости гриппом ОРВИ. Хотя он и меньше, я как сказала, в 44 раза эпидемического уровня заболеваемости гриппа. На сегодняшний день по гриппу мы имеем 5 лабораторно подтвержденных случаев заболевания гриппом. То есть лечебно-профилактическими учреждениями, согласно алгоритму, проводится лабораторное исследование поступивших больных, у кого подозрение идет на заболеваемость, именно гриппом. И вот 5 человек нам дали. Значит, какой грипп идет? Грипп АН1Н1. Это 5 случаев. Это так называемый, наверное, свиной грипп. В основном в этом году. То есть в прошлом году у нас был несколько другой грипп. Эпидподъем заболеваемости в прошлом году, в 2015-м, также мы регистрировали с середины января месяца. И максимально он пришелся на февраль. То есть это те месяцы, когда мы прогнозируем подъем заболеваемости и мы его регистрируем. Но каких-либо превышений эпидемического порога, больших уровней заболеваемости, острых эспираторных вирусных заболеваний и гриппа на сегодняшний день на территории муниципального образования курорта Анапа нет. Однако о чем хочу сказать. В настоящее время мы также регистрируем, ввели мониторинг, вот уже более года. Это за внебольничными пневмониями. То есть пневмонии у нас могут быть бактериального и вирусного характера. В том числе и грипп дает осложнение, о котором мы не раз говорим, что грипп опасен своими осложнениями. И когда мы говорим о вакцинации и просим населения провакцинироваться от гриппа, значит мы как раз и говорим, что осложнения гриппа очень опасны. И вот, к сожалению, мы имеем один случай летального исхода на сегодняшний день от 11 января, когда молодая женщина, значит летальный исход от пневмонии, лабораторно также у нее был подтвержден до этого грипп АН1Н1. Но это уже идет осложнение и это летальный исход от пневмонии. Женщина заболела 30-го числа, обратилась, не лечилась, ни антивирусные препараты, никакие не принимала, к сожалению, находилась дома и только 4-го обратилась в больницу, в ЛПУ. И вопрос о том, что женщина не привита. У нас на курорте Анапа мы привили 40% населения, это 65 544 человека, которые имеют защиту от гриппа, но это в основном организованные коллективы, вы знаете, детства. Это школьники, это медики, это работники образования. К сожалению, выяснилось, что и в данной семье работник образования, но оказался не привит дальше. Мы уже разбирательство проводим. А 100 тысяч практически не привиты. Естественно, среди этих 100 тысяч циркуляция вируса будет. Основная позиция на сегодняшний день для населения, хочу сказать следующее. Своевременное обращение при заболеваниями за медицинской помощью и своевременное начало лечения. Именно антивирусными препаратами. Мы сегодня уже встречались и с начальником управления здравоохранения, и с главным врачом скорой помощи. Я попросила обратить внимание и информировать нас непосредственно, но никто также не отмечает подъема заболеваемости, в том числе и скорая помощь. Но обратить внимание на возможные осложнения, на тяжелые случаи необходимо в первую очередь. Мониторинг будем продолжать. В детские сады и школы прошу усилить контроль за фильтрами детей. То есть основное, чтобы ребенок с любым проявлением вирусной инфекции, островирусной, не попал в коллектив. То есть это утренний фильтр в садике, это утренний фильтр в школе. Мы дадим такие рекомендации для управления образованием, чтобы дети были здоровы. Если какие-либо будут дальше осложнения, дальнейший подъем, при необходимости будут приниматься противоэпидемические меры. Пока что мы работаем по единичным случаям заболеваемости гриппом и работаем по домашним очагам. Практически из эпид-анамнеза, что мы выявили, все лица, которые сегодня у нас подтвердили заболеваемость гриппом лабораторно, выезжали за пределы Анапы, в Краснодар, в другие города. И по возвращению в течение инкубационного периода заболели этой инфекцией.